Рост числа пожаров фиксирует спасатели. За первые полугодия текущего года количество возгораний достигло 25. За этот же период прошлого года их было 22. Большинство пожаров случилось из-за непотушенных окурков. Также жители нарушали правила эксплуатации электрооборудования. Большая часть у нас случается на квартирных жилых домах, в частных жилых домах, ну и также на территории садоводческих некоммерческих товарищей, так как они у нас большие. Сейчас дачный огородный сезон, все топят бани, но не все, так скажем, за ними хорошо следят. В мае серьезный пожар произошел на улице Зернова, 37, на крыше. Как рассказывает Виктор Колобков, ранее в доме производились огневые работы с целью ремонта кровли. Была угроза распространения по всему чердачному помещению, но, так скажем, прибывшие подразделения смогли локализовать и ликвидировать пожар на такой стадии, когда серьезные последствия были без, так скажем, повреждения жилых квартир. В основном пострадали они от пролития, но огонь на них не пришел. Еще один случай в мае произошел на улице Юности, 13. На восьмом этаже вспыхнул балкон. Причиной возникновения пожара стало возгорание горючих материалов от попадания на них непотушенного окурка. Была угроза распространения на выше лежащие этажи. В квартире находился на момент пожара ребенок и родители. Там тоже у нас без травмирных, без пострадавших. Слава Богу, все произошло так. Единственное, что пострадало, это имущество граждан. Недавно из-за непотушенного окурка на улице Бессарабинка, 17, загорелся мусор. В результате пожара пострадали деревянное напольное покрытие и лакокрасочное покрытие стены. Кроме того, в коридоре дома, на потолке, стенах и входных дверях квартир остались следы копоти. Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожными, следить за электроприборами, тушить окурки от сигарет и грамотно обращаться с огнем. В период лета возгораний становится больше. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.